Друзья, всем привет! Листал сейчас ленту новостей, наткнулся на очень интересную статью. Лично для меня это стало открытием, эта информация. Посмотрим, станет ли открытием для вас. Но, мне кажется, очень интересно послушать, что пишут корреспонденты. Алла Пугачева теперь зарабатывает на шапках и зонтах. Певица больше не поет, но в России у нее остался источник дохода. После недавнего отъезда Аллы Пугачева из России, как мы знаем, она недавно уехала из России в Израиль, взяла с собой детей и сейчас живет на вилле брата Максима, ее супруга. И поклонники артистки стали задаваться вопросом, на какие шиши, на какие средства певица будет жить на чужбине. Действительно, все свои миллионы Пугачева заработала пением и бизнес-проекта особого дохода певицы никогда не приносили. Алла Пугачева завершила свою певческую карьеру в 2009 году, но время от времени соглашалась на различные корпоративные мероприятия. И вот что говорит генеральный директор компании «Ру Концерт» Евгений Морозов. У Пугачевой был самый высокий гонорар – 350 тысяч долларов за часовое выступление. Если сейчас перевести эти деньги в рубли, то это будет больше 21 миллиона рублей за маленький часовой концерт. И он говорит, что думаю, что у нее есть немалые накопления, хватит и детям, и внукам, и возможно даже правнукам. Но певица сама признавала, что бизнесмен из нее не вышел. В 90-е годы, когда была очень раскручена пирамида «Властелина», она завладела деньгами Аллы Борисовны. И Алла Борисовна потеряла почти что все свои накопления, потому что она отдала деньги добровольно мошенникам. Кстати, напишите, друзья, кто из вас попадал в пирамиду МММ, «Властелину», какие там еще пирамиды были, если что, перечислите в комментариях, если вы от них пострадали. И все же попытки создать свою бизнес-империю у Пугачевой были. В 90-м году артистка выпустила с французской фирмой «Сога» духи под названием Алла. Но и эта затея с треском провалилась. По словам Пугачевой, ее подвела юридическая безграмотность при подписании контракта. Так и не получив прибыли, артистка закрыла производство. Провал ждал Пугачеву и на продуктовом рынке. Вот это, кстати, я даже помню, в 2001 году певица купила цех на заводе в Крымске и решила выпускать именные чипсы. В 2006 году завод обанкротился и вскоре был продан за 600 тысяч евро. Но я прям помню, что по телеку показывали, рекламировали без конца эти чипсы, которые назывались Алла. И, кстати, я их так ни разу и не попробовал. Напишите, помните ли вы их и пробовали ли вы эти чипсы. Еще до пандемии крах ждал и другой проект Аллы Борисовны – школу танцев «Рецитал». Офис на Арбате в числе учеников – дети политиков и известных актеров. Но и это детище не принесло артистке ожидаемых доходов. Обучение в ее школе стоило около 39 тысяч рублей в месяц. Но этого не хватало, чтобы покрыть расходы на зарплаты сотрудникам, учителям, а также на аренду помещения. Но я, кстати, скажу, что я знаю про эту школу. И там не только танцы были, как здесь написано. Там еще была школа, как бы, больше школа талантов. То есть там о музыке обучали, и пению, и танцам, и игре на инструментах. Я даже помню, что вот висели афиши, когда я учился еще в Гнесинке. На Арбате было что-то такое. Ну вот мне это было не особо интересно. Но кто-то, видите, видимо, посещал эту школу. Бизнес оказался для артистки более чем невыгодным, поэтому проект закрыли. Но мне кажется, друзья, если бы она сейчас что-то открыла подобного формата, то, видите, у нас сейчас эпоха интернета идет. И я вот сейчас смотрю, что многие девушки, парни, какие-то неизвестные, но взаимодействие с рекламой, вкладывая денежки, они развивают свои онлайн-бизнесы. Иногда ты смотришь на этого человека, на создателя той или иной психологической школы или какой-то музыкальной школы, или школы по хлебопечению. Ты понимаешь, что у человека особо таланта нет. Но вот взаимодействие со специалистами, которые умеют это все в интернете продвигать, у людей достаточно неплохо получается зарабатывать на онлайн-курсах. Поэтому, мне кажется, Алла Борисовна немного проскочила со временем. Сейчас бы у нее лучше все пошло. Но сейчас, к сожалению, уже ничего не получится. Хотя, может, она из Израиля что-нибудь и начнет делать. Посмотрим. Вместо этого певица сосредоточилась на обувном бизнесе. Это вот что-то новенькое, да? Пугачева, как дизайнер, разработала коллекцию обуви для известного бренда. Линейка от звезды так и называется Алла Пугачева. Цены, конечно, не для всех. Сапоги от артистки стоят от 16 до 20 тысяч рублей. Ну, хотя я думаю, что хорошая обувь, наверное, дороговато стоит. Но если хорошая, то почему такую не купить? Да, купил и на века осталась она. Но обувь от Аллы на устойчивом каблуке для проблемных ног, поэтому туфли и сапоги от Примадонны не залеживались на витрине. Недавно Пугачева, вдохновленная успехами на почве обувного бизнеса, выпустила коллекцию авторских аксессуаров. Там и вязаные шапки, и кожаные ремни, и зонты, и модные цепи. Что-то есть по обычным ценам, но есть и неоправданно дорогие вещи. Например, женский серый капор за 11 тысяч рублей. Понятно, что такую вещь можно купить в разы дешевле. Но зато это вещь от Аллы Борисовны Пугачевой. Друзья, пишите ваше мнение. Хотели бы ли вы сейчас поддержать Аллу Борисовну и что-нибудь купить в ее онлайн-магазине? Или все-таки люди, которые не очень хорошо высказались в своем инстаграме, не заслуживают подобного внимания? Интересно будет ваше мнение и ваша реакция на данное сообщение. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там мы обсуждаем и политические вещи, и юмор, и общаемся, и какие-то новости обсуждаем, которые сейчас в трендах. Здесь, к сожалению, на ютубе, видите, сейчас очень ограничена возможность что-то обсуждать. Какие-то горячие темы. Конечно, язык нам всем немного прикрутила данная ситуация, которая сейчас происходит в мире. Поэтому, друзья, подписывайтесь все равно на канал, на телеграм и берегите себя. Всем пока и до новых встреч.